Субтитры делал DimaTorzok Девушки, справку о социальной вменяемости, мол, пока не принесешь и ребенка не увидишь. Милана не понимает, что от нее требуется, поскольку считает себя абсолютно здоровой. Чтобы помочь Кержаковой найти законный выход из ситуации, корреспондент Дни. Ру обратился к члену общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Александру Хаминскому. По словам специалиста Кержаков, забрав сына к себе домой, ничего не нарушил, но запрещать второму родителю видеться с ребенком – это неправильно, как с человеческой точки зрения, так и с точки зрения закона. У нас есть ребенок, мать и отец, с точки зрения родительских прав, прописанных в семейном кодексе, у них есть права и обязанности. К правам относится возможность проводить время с ребенком, воспитывать его, брать с собой в отпуск и т.д. Какие-либо ограничения в этих правах устанавливаются, либо по решению полномоченных органов, либо судом, сказал эксперт. Публикация от Кержакова-Милана «Собака Милана» нижний подчеркивание Кержакова. 13 мая 2018 в 2 часа 52 минуты по часовому поясу Пиди Тихоминский отметил, что при определении представителями Фемиды места жительства малыша незаконные действия футболиста могут сыграть против него самого. Также выходка экс-лидера сборной России тянет на уголовную статью самоуправства, которое предполагает наказание в виде штрафа обязательных работ или ареста. Юрист подчеркнул, что справка о социальной вменяемости, которую требует футболист от супруги, не существует, так как она не предусматривается действующим российским законодательством. Если есть объективное основание полагать, что мать обладает душевным расстройством, то назначает экспертизу, пояснил Хаминский и добавил, что сторона, которая заявляет о необходимости провести исследование психики некого лица, должна привести абсолютные доказательства его невменяемости. По словам члена общественного совета, ситуация Кержаковых очень банальна, в 90% случаев разводящиеся в нашей стране заявляют, что бывший супруг неадекватен. Публикация от Кирсхакова Милана Собака Милана Нижний подчеркивание Кирсхакова 2ФФ 2018 в 8 часов 13 минут по часовому поясу Пьестион посоветовал супруге футболиста найти хорошего адвоката, специализирующегося на разводах, а после, с поддержкой профессионального юриста, подать заявление в суд. Также Кержаковой необходимо обратиться в отдел опеки и попечительства и в любой проверенный кризисный центр, оказывающий помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Меж тем известный московский адвокат Дмитрий Зацаринский сообщил Дни.ру, что также считает поступок Кержаковой незаконным, юрист советует Милане обратиться в суд с иском об определении места жительства ребенка. Действия Александра Кержакова незаконны, более того, судебная практика в России сложилась так, что в спорных случаях при расторжении брака суд в 99% случаев определяет место жительства ребенка с мамой. Скорее всего, если супругам не удастся договориться мирное дело дойдет до суда, то Фемида будет на стороне Миланы, рассказал Зацаринский. Публикация от Кержакова Александр Собака и . Кержакова 1.1.19 июня 2018 в 7 часов 54 минуты по часовому поясу Педити. Также юрист высказался по поводу морально-этического аспекта этой истории. По мнению специалиста, каждый волен поступать так, как ему заблагорассудится, но есть определенные правила и границы, нарушения которых в обществе порицается и карается по закону. Каждый для себя это решает, но, я думаю, многие меня поддержат, это несправедливо и нехорошо не давать матери видеть своего ребенка, отметил юрист. Зацаринский добавил, что ситуацию усугубляет то, что малыш очень маленький действительно нуждается в матери. Напомним, 28 июня Милана Кержакова вышла в прямой эфир со своими многочисленными поклонниками в Инстаграм. Девушка объявила, что ее муж, прославленный футболист Александр Кержаков, отобрал у нее их общего сына. По словам убитой горе Миланы, Александр буквально похитил мальчика и с тех пор не дает матери видеться с ним. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!